Как только город погружается в сумерки, на работу выходят они, борцы с незаконной рекламой. На улице Солнечная три крупноформатных щита установлены незаконно скандально известной в Самаре компанией Real City. За один такой щит владелец каждый месяц получал порядка 50 тысяч рублей. Чтобы убрать все три рекламные конструкции, у специалистов ушло чуть больше получаса. Мы сначала снимаем рекламные щиты, а после выкапываем бетонную конструкцию и вывозим на полигон. Остальную незаконную рекламу в городе ждет та же участь. Сейчас на территории Самары остается порядка 150 незаконно установленных щитов. Они не вошли в схему размещения рекламных конструкций, которая была принята в прошлом году. Документ регламентировал точное количество места размещения и требования к оформлению щитов. В результате проведенных аукционов на право размещения рекламы областной и городской бюджеты в общей сложности получили порядка миллиарда рублей. Но есть организации, которые игнорируют схему и пытаются установить свои рекламные конструкции повторно. Несмотря на то, что полномочия по сносу рекламных щитов перешли в ведение регионального правительства, городские власти по согласованию с Министерством имущественных отношений продолжают работу по демонтажу. Мы можем сносить только те конструкции, которые находятся на землях, которые оформлены муниципальную собственность. Это далеко не все щиты. Мы сейчас вышли с инициативой возврата полномочий к городу, потому что это нам поможет более быстро справляться с демонтажом, скорее навести порядок. Насколько я понимаю, принципиальные решения уже приняты. Сейчас оформляется соответствующий законопроект. Все незаконно установленные рекламные щиты планируют убрать с территории города до ноября. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков, События.